И, наверное, главный вопрос сегодня это Почему все-таки в рейтинге Алекс Лавкановский остается номер один Что ты думаешь по этому поводу? И готов ли биться еще раз, если вдруг оттебуется, чтобы доказать, что ты хочешь? Спасибо, это было не лёгкое Ну, полёт был нелёгкий Сначала в Австралии, в Губай летели больше 10 часов Потом пересадка и уезжают дома Но дорога домой всегда хорошая компания Байкозе было как бы долго не видел А насчет рейтингов Я никогда не ждал справедливости И до сих пор не жду Потому что мы на примере других наших бойцов Анкалаева, Петр и Иоанна видели Отношения к нам всегда Так что главное, я поехал в 13 тысяч километров Победил их на чемпиона Мне подняли руку И с поднятой головой, уверенный с пояс Он приехал домой Считаешь ли ты, что это в целом из-за отношения к стране? Может быть это, я не знаю Игры их не вылезают Но по-другому сказать, что я не берусь Потому что если они ещё сохранятся Если не будет там до конца изменения Я точно не знаю, это были до конца измененные рейтинги или нет Но если так, это останется А как по-другому считать Некоторые бойцы посчитали, что Известные бойцы прокомментировали Продвигают идеи, как скажем Что ты пришёл в себя после капельницы Что были использованы капельницы Как ты прокомментируешь? Что-то есть людям ответить? Ну, у нас есть комиссия Я даже комментировать не хочу Потому что у нас есть эксперты Работают все это Усада И меня до боя, после боя Четыре раза проверяли Кто-то выставлял там фотографию Что у меня была вена Синяке Но в Австралии у них своя комиссия была Которая брала кровь В неделю боя Это было в среду И фотографии начали Брать с четверга Где у нас была фотосессия Так что я не знаю Ну, это просто кто-то из бойцов Разговал эту тему воздушно А со стороны UFC или Усада Никаких Вообще ничего не было По поводу реванша Возможно? Я так и говорю После боя Что у меня без разницы Я не буду кого-то ждать Кого-то вызывать Если достойный соперник Если UFC хотят кого-то поставить Я готов Или реванш Или кто-то Из настоящих претендентов Австралия как приняла Ислан? Ну, если честно Австралия Я даже был сам удивлен С ребятами Как вообще Люди знают О ММА Как вообще Спортсмены знают Потому что Даже От младшего До старшего поколения Все были Ждали этого турнира Все подходили И говорили Невозможно купить Билет Где мы можем достать Потому что Ну, мы сказали Что за 10 минут Все билеты Даже туда продали И Австралия Как-то Я сам удивился Как там вообще Популярно было ММА А принимали Они Это их бойцы Они ждали По-другому Что там Нас будет Где-то Тепло принимать Конечно Они своего бойца Встречали Вам по поводу То, что Вы не в первом месте В рейтинге Ну, я как Я уже сказал Я ничего другого Не ждал Главное Я поехал туда Отсюда На их территорию Победил Их нового чемпиона А добавят Они меня в рейтинге Не добавят Мне от этого Не больно Не холодно Главное Пояс у меня На плече Еще один вопрос Алекс поднял К тебе По рейтингу Чтобы побороться За пояс Планируешь ли ты Бросить Ну Спускаться вниз Гонять в его Увесовую категорию Это я думаю Будет Нелогично Потому что Мучение для организма Я не такой Там маленький На свой вес Чтобы еще Ниже спускаться И еще С этими условиями Например То, что было В Австралии Сколько нам часов Давали восстановиться Как это вообще Проходило Если так будет Это вообще невозможно Расскажи пожалуйста Как болели родные Расскажи про отца Звонил Или заживал Да Постоянно С домашними На связи У отца Бывает Основная проблема Что может там Свет отключится Телевизор Там Триковал Что-то не заработал У него бывает На всех На всех телефонах Телевизорах Готовы Чтобы Если где-то Придется Чтобы Дальше Смотреть Что вы скажете Расскажите пожалуйста Про свои ощущения Все хорошо Хоть показывать не буду Конечно Я очень рад Горжусь По победу Большого Опыта Давать интервью Наверное Второй Третий Раз Перед камерой Так что Еще один вопрос К вам Вам 32 года Наверное 31 Скоро будет Наверное Еще 10 месяцев Вам будет Скоро 32 года Есть ли какой-то Порог Представление Когда вы Перестанете Драться Или может Чего-то Должны достичь Для того Чтобы уже Уйти Нет От этого У меня нету Порога Лимита Какого-то Пока Я чувствую Что у меня Идет Пока я лучший Боец В мире Что я От каждого Боя до каждого Наоборот Набираю Показываю Лучшие результаты Показатели Увеличиваются Буду дальше А как только Почувствую Что уже не то Уже иду на спад Уже буду думать О завершении И еще Вопрос Последний Последний раунд Так скажем Что было Самое тяжелое Потому что я смотрела Очень переживала И хотя бы Ну в последнем раунде Как я сказал Может Я не хочу Я уже выиграл И для меня Что-то говорить Не так пошло Что-то не так было Это уже Оправдание И я вообще Доволен полностью Результатом Мою руку подняли Все пошло Как я хотел Я не с улицы Парнем Тоже дрался Дрался С бойцом В лучшем Мире И я не ждал Легкий бой Еще один вопрос По поводу Подняться 77 килограмм Есть ли все-таки Какие-то мысли Ну если Завтра позвонит Руководство И скажет Что мы хотим На 7-7 Дать тебе Титульный шанс Я сразу Попробую Поехать А что дальше Ты виделся с Хабибом Расскажи пожалуйста О встрече последних О чем говорили Что обсуждали Ну мы сейчас В Дубай Увиделись Такой был Небольшой анализ Боя Ну Так не улыблялись Сказали Еще дома поговорим Хабиб Как я уже давно Говорил Это Сын Своего отца И у них Та же самая Кровь И Как у нас Абдум Она всегда делала Не было На сначала Поздравлений Там Каких-то Не отмечал Плюсов Всегда он Отмечал Плюсы Где надо Добавить И то же самое С Хабибом Мы сразу Обсуждали Где можно было Прибавить Где можно было Улучшить Что дальше Ислам Не часто Увидишь Чтобы чемпион Спустя 3-4 месяца Защищал Свою пояс Сбрасывал 15-20 кг Почему ты Согласился На это И что Теперь дальше Организм требует Большой отдых Знаешь Я хотел Как-то Оказать Всем Что я Я являюсь Лучшим Бойцом Алекс Был До этого Лучшим Бойцом И я Именно Хотел Не просто Это где-то Там Боями Боями Рассуждя Хотел Поехать К нему Домой Как мы Уже В клетке После Титульного Боя Это все Решили Сделать Поехать Именно К нему Домой И Не просто Заработать Это звание Победить Их Нового Чемпиона Не знаю Дальше По-любому Нужен Небольшой Отдых Впереди Рамадан Уже Не успеем Больше Рамадан Подраться Как раз Будет Полезное Время Восстановиться Потому что До боя С Оливейром Я готовился 3-4 месяца И после боя С Оливейром Я не расслаблялся Постоянно У меня была Одна поездка В Сингапур Я и там Тренировался 2-3 раза И Сейчас Я должен Взять Небольшую паузу Может до рамадана Отдохну И обратно Буду тренировать До рамадана Отдохну Не знать Что я буду Там полностью Восстановлен Это просто Такие Легкие Тренировки Какие планы На ближайшие дни Давно Дома Не был Месяц Даже больше Месяца И до боя Постоянно Был на сборах Семью Не видел Родных Не видел Больше Время Провести Семью С родными Друзьями Коллеги Есть вопросы После завершения Боя Уполагали Молодь Убрить Плиер Да Мы по ходу Боя Постоянно Тренера Подходили Говорили Сколько Та раманов Точно Тебе И Просто Знаете Как по-любому На суде Полностью Полагаться Невозможно Потому что Даже Первый бой Турнира Тухугов Дрался И Хоть равный Бой был Но если Посчитать По количеству Ударов Нанесенных Доведенных Ударов Все Показатели Были На стороне Тухугова И По-любому Сопернику Дали Бой И Мы Можем Много Таких Примеров Привести Что Где Наши Бойцы Лучше Себя Показывали Но Соперникам Отдавали Бой У меня Было Уверенство Минимум Три Раунда Уверенно Забрал Один Из Судей Четыре Раунда Мне Отдал Так что У меня Не